Так, друзья, привет! Сегодня опять кулинарием. Сегодня мы готовим вкуснейшее блюдо, вкуснейшее тематическое блюдо, которое называется гречка по охотничьи. Это вкусное блюдо мы будем готовить в афганском казане, в нашем надежном помощнике, которое периодически появляется у меня на канале в разделе кулинария. Сегодня видосик будет короткий, потому что я уже все ингредиенты приготовил, и мы будем смотреть только на последовательность и на вкусное готовое блюдо. Итак, нам понадобится мясо. Здесь около полутора килограммов, чуть-чуть побольше. Здесь лосятина и кабанятина. Если нет, можно менять на говядину, можно менять на свинину, можно менять в пропорции, если есть лось, добавить свинину и так далее. Дальше лук, друзья, лук. Лук порезанный вот такими маленькими квадратиками, кубиками. Дальше морковки. Морковки много. Часть морковки на терке, такой вот соломкой на терке, а часть нарезана вот такими вот, чуть большего размера, соломкой, как в Макдональдсе, как в Картошко-флейке, как в Макдональдсе непосредственно морковка. Также нам понадобится непосредственно гречка. Здесь одна упаковка, то есть там 900 грамм. Я ее изначально, значит, замочил, промыл, и сейчас у нас стоит настояшись. Немножко нам понадобится масло, нам понадобятся специи. Специи, окажут, их добавляют по вкусу, но вот это сочетание в целом показывает себя нормально. Значит, черный молотый перец, паприка, сухая аджика, друзья, соль, соль, мы гималайская здесь, немножко хмели-сунели и немножко острого молотого перца красного. Также где-то 350-400 грамм шампиньонов, порезанных вот такими вот слайсами, одна головка чеснока, порезанная кусочками, также нам понадобится вода. Ну, естественно, готовить мы будем на плите, потому что сейчас зима на улице, дикий минус, там минус 15, 16, 17, 18, вот, и готовить мы будем дома, чтобы в полевых условиях это не воротить. Ну, и кушать мы тоже будем вместе с моей семьей, потому что сейчас межсезонье, и, в общем-то, нет никакой возможности ехать в лес на охоте, готовить и кушать это прекрасное блюдо. Ну что ж, погнали! Так, друзья, включаем-включаем мы газ и убеждаемся, что он горит и не гаснет. Ставим наш казанок нагреваться. Когда он нагреется, мы ливанем сюда немножко масла и начнем обжаривать мясо. Так, друзья, несколько я поменял место камеры, чтобы мне было удобно с правой стороны класть сюда ингредиенты. ничего страшного нет. Чуть-чуть нагрелось у нас уже афганский казанок, поэтому льем немножко масла. Так, друзья, теперь берем и кладем сюда наше мясо. Сразу кидаем мясо. И начинаем его... Вот так вот гонять. Наша задача, чтобы мясо как-то запечаталось, да, то есть в краёв, в краёв оно стало такое обжаренное, обжаренное, а внутри остался какой-то запечённый такой сок для того, чтобы в дальнейшем уже нормально его приготовить. и важно, чтобы здесь оно минимально, минимально, в общем-то, пригорало к стенкам. Также вот эта первичная обработка с обжаркой мяса должна длиться у нас, ну, где-то там 4, может быть, 5 минут. При необходимости, при необходимости, можно чуть-чуть добавить ещё масла. Так, друзья, ну, 5 минут прошло, 5 минут прошло. У нас мясо уже больше там не шкварчит, оно предварительно обработалось, поэтому мы продолжаем наполнять наш казанок дальнейшими ингредиентами. Сначала мы кладём лук. Дальше, друзья, дальше мы кладём морковь, нарезанную такими крупными кусочками. Смотрите, не перепутайте. Пока ничего не солим, пока ничего не перчим. Дальше, дальше мы кладём, кладём наши грибочки. Вот, и сверху мы кладём морковку, нарезанную уже на тёрке нашинкованную. Пока ещё мы не солим. Пока не солим, но, несмотря на то, что мы это сделали, мы начинаем это всё перемешивать. Раз уж мы сделали в правильной очерёдности, перемешать теперь не страшно. Теперь, друзья, мы приступаем к тому, чтобы добавлять приправы. Добавляем 2 столовые ложки соли. Столовую ложку чёрного перца. Столовую ложку паприки. Столовую ложку сухой аджики. Чесночок. Половина чайной ложки жгучего перчика молдого. Друзья, и чайную ложку хмели-сунели. Внизу мы слышим, как начинает уже кипеть та жидкость, которая там появилась. Мы сейчас это всё перемешиваем хорошенько. Вот, и после того, как перемешали, доливаем воды, чтобы вода закрывала наши ингредиенты, и сверху ещё где-то чуть-чуть, может быть, там не больше, чем полсантиметра. Я добавляю прям кипяток для того, чтобы быстрее дальше процесс, в общем-то, шёл. Такой у нас получается а-ля зирвак. Теперь мы ждём, пока это всё закипит. Когда закипит, мы будем продолжать готовить наше замечательное блюдо. Так, друзья, ну вот наш зирвак, или как это можно назвать, начинает кипеть уже. Значит, прекрасно, прекрасно. Сейчас осталось самое главное. Добавим, в общем-то, ингредиент, который будет здесь условно-основным. В нашем случае это гречный. Зирвак уже наш закипел. Это значит, что процесс приготовления практически ближится к финалу. Надо засыпать теперь гречку, да, сверху, которую мы будем использовать в качестве наполнителя каши как раз. Разравниваем теперь, разравниваем гречку, разравниваем гречку и смотрим, чтобы жидкость покрывала гречку. Если будет мало, если будет мало, то надо добавить. Вот сейчас мы видим, что гречка фактически утоплена в этой жидкости, поэтому добавлять не надо. Максимум, что можно сделать, чтобы было сверху ещё 2-3 миллиметра. Ну вот давайте чуть-чуть мы так вот сделаем, чтобы не разбить гречку. Ещё раз мы это всё, значит, примнём, разгладим. Вот, теперь, друзья, мы закрываем наш афганский казан. Закрываем наш афганский казан. Затягиваем не сильно. Сила здесь не нужна. Но плотно. Проверяем, что работают наши клапаны. Соответственно, ждём после того, как наш афганский казан выйдет на расчётный режим, и клапаны начнут работать постоянно. И после этого, после этого засекаем 10 минут. 10 минут. Чуть-чуть убавляем огонь. На полную он кочегарит 10 минут. И после этого даём казану остыть, отстояться там в течение ещё 5 минут. Спускаем пар и начинаем, в общем-то, уже наслаждаться вкусным готовым продуктом. Так, ну вот, наш афганский казан вышел на нужный режим, на расчётный режим. Сейчас мы засекаем 10 минут. 10 минут. И чуть-чуть убавляем огонь. За эти 10 минут окончится приготовление нашего блюда. Гречки поохотничьи. И после этого мы оставим ещё немножко настояться. И приступим к дегустации вкуснейшего обеда. Так, друзья, 10 минут прошло. 10 минут прошло. Мы пока не спускаем давление, но выключаем газ. И оставляем наш афганский казан ещё на 5 минут, чтобы внутри он дошёл, затусился, доготовился. Через 5 минут мы окончательно спустим остатки давления, вправим их через клапаны. Откроем наш афганский казан, положим на красивое блюдо и начнём кушать вкусную еду. Так, ну вот эти 5 минут тоже прошли. Сейчас мы вытяжку включим и давление окончательно спустим. Так, друзья, ну вот, вот мы и приготовили мясо уже. Всё вместе у меня заменило 1 час, там, 6 минут. Сейчас мы ещё немножко сливочного масла, сливочного масла положим буквально 4 лепесточка. Вот такие 4 лепесточка мы положим и закроем буквально на минутку, ещё на минуточку, для того, чтобы оно всё впиталось. Закроем ещё на минутку, чтобы оно всё впиталось, и после этого начнём, перемешаем всё, перемешаем полностью и начнём накладывать наш штанский леган. Так, ну вот, прошла эта заветная минутка. Прекрасно, теперь, значит, мы всё это хорошенько перемешаем. Так, ну что ж, вот она, получается, наша охотничья кашка. Каша поохотничья, вкуснотища, очень полезный, очень питательный продукт, потому что гречневая каша сама по себе очень полезна, а с учётом того, что мы туда добавили, ещё и очень вкусно. И очень питательна. Так, друзья, вот такая вот вкусная и полезная кашка у нас получается, гречка поохотничья. Её очень легко сделать и очень вкусно кушать. Рецепт элементарный, рецепт простой. Если кому-то понравилось, лайкаем, пробуем, повторяем, подписываемся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok